Работа с формами. В стандартной библиотеке форм ShapeSpline сегодня мы рассматриваем элемент, который называется линия, Line. Как использовать данный инструмент? Рассмотрим на фронтальном виде, как он будет работать. Когда мы начинаем данным инструментом работать, щелчком левой кнопки мышки мы устанавливаем опорные точки, узлы или опорные точки, так называемые, как и принято в векторной графике. Эти опорные точки, если просто делать щелчок мышки, являются здесь типом угловым. Если щелкнуть мышкой, зажать вернее мышку во время установки и не отпускать, то тип точки изменится из углового на радиальную точку, точку искривления. Таким образом, с помощью инструмента линия можно создавать криволинейные поверхности, а не только прямоугольные. Соответственно, различают несколько вариантов линий. Это линии разомкнутые, как сейчас, и линии с замкнутым контуром. Когда мы подводим к начальной точке создания, 3D Max у нас спрашивает, хотите ли вы замкнуть контур. После того, как мы замкнули контур, мы получаем замкнутую форму. Во время создания мы можем здесь увидеть метод создания, creation method. Что в данном случае здесь будет регулироваться? Во-первых, тип точки, которые используются по умолчанию. Тип точки Conor, это точка прямолинейная. Если установлен тип точки Initial Type Smooth, это точка сглаживания, то есть точка радиальная. Мы будем получать что-то похожее на кривую без Е во время создания каждой точки. Также в нижней части указывается Drag Type. Что будет происходить, если установка осуществляется не щелчком, а зажатой кнопкой мышки. Можно все это дело поменять местами. То есть изначально будут точки сглаживания устанавливаться, а во время протягивания мышкой будут устанавливаться точки угловые. Вот я сейчас зажал мышку и не отпуская, потащил и получил угловую точку. Зажал и потащил мышку и получил угловую точку соответственно. Вкладка ввода данных с клавиатуры и вкладка Interpolation. Соответственно, каким образом работают и для чего используются данные вкладки. Они у нас показывают, если у нас есть углы, вернее не углы, а элементы, в которых находятся вот здесь вот криволинейный контур и скольки шагов состоит криволинейный контур. Чем меньше шагов, тем больше здесь соответственно будут прямолинейных сегментов, из которых состоит этот вот криволинейный сегментик. То есть, когда у нас количество шагов 0, мы получаем здесь совершенно угловую фигуру. Добавляя один шаг, вот эти вот прямые делятся пополам. Дальше следующие прямые делятся еще пополам и так далее. Пока на шестом шаге, который установлен по умолчанию, мы не получаем визуальный контур, который похож на скругленный элемент. Ну и соответственно кнопочки оптимизации и адаптации, которые улучшают криволинейность данного сегмента. Давайте рассмотрим настройки инструмента LINE. Как мы можем наблюдать, их достаточно большое количество. Здесь вот. И они не помещаются в одну вкладочку. Соответственно мы развернем здесь вот нашу командную панель на 2, ну возможно даже на 3, хотя на 3 нет особого смысла разворачивать. А нет, прошу прощения, есть. Вот, мы развернули все свитки, из которых состоят настройки при работе с данной командой. Во-первых, это сложный объект. И в стеке модификаторов мы, если его развернем, значит увидим, что есть 3 подуровня редактирования линий. Первый уровень это редактирование точек. Каждую точку мы можем отдельно редактировать, перемещая в ту или иную позицию данный тип точек. Также точки можно с помощью контекстного меню менять тип свойств этой точки. Для чего необходимо выделить точку в контекстном меню, щелкнуть правой кнопкой и посмотреть, какие типы точек существуют и выбрать соответствующий тип точек. Там была точка сглаживания смуз. Значит при нажатии на конор мы получим угловую точку. Конор это угол. Если мы нажмем без Е, мы получим здесь точку без Е. Она характерна тем, что этот угол искривления с равномерным рычагом, который позволяет регулировать вот эту вот кривизну. В случае необходимости отдельного регулирования кривизны каждой из частей, необходимо перевести данный тип точек в без Е. Конор. И в данном случае, в данном случае, после того как мы переведем в без Е. Конор, мы сможем отдельно за соответствующие рычаги, значит, менять кривизну сегмента одного и сегмента другого. Это все вариации типов точек, которые у нас здесь присутствуют. Вот эти вариации точек, ну, бывает еще команда Resend Tangent, когда мы здесь накрутили что-то до такой степени, что что-то совсем все стало плохо. Мы можем нажать эту кнопочку и вернется в исходное состояние кривизна данного элемента. Значит, во вкладке геометрия вот эти типы точек, они здесь вот, собственно говоря, тоже продемонстрированы. Но вы видите New Vertex Type, то есть это при редактировании какие точки по умолчанию будут создаваться, когда мы находимся внутри линии и редактируем, создавая эти точки. Следующий подуровень редактирования – это сегмент. То есть можно редактировать отдельные сегменты и здесь уже работают инструменты масштабирования и инструменты вращения. На точках, в режиме точек, инструменты масштабирования и вращения, они как бы особо смысла под собой не имели. Разве что, вот мы видим, регулятор срабатывает с помощью масштаба кривизны. Но если эта точка угловая, то он тоже работать не будет. В сегменте мы с вами можем уже более интересно редактировать, используя все три инструмента трансформации – перемещение, масштабирование и вращение. А также подуровень сплайн, который позволяет кривую использовать и перемещать, трансформировать ее, в общем-то, всю в целом. Значит, внутри одной линии может существовать несколько объектов типа сплайн. Для чего на вкладочке геометрия, если мы хотим создать новую линию внутри существующего сплайна, мы нажимаем кредлайн и вот получаем те или иные объекты. Не забудьте потом ее отключить или правой кнопкой или щелчком на эту кнопочку. Соответственно, мы, находясь внутри одной линии, можем вот этими сплайнами, то есть криволинейными сегментами управлять отдельно. Их позиционированием, их углами поворота и их масштабированием. Также мы видим, что эти управляющие свитки, они контекстно зависимы от того, на каком уровне редактирования линии мы находимся. Если мы выбрали уровень вертекс, мы с вами можем редактировать точки. И соответственно, у нас есть здесь инструментарий для этого. Ну, наиболее часто используются команды добавления точек. Они бывают нескольких вариантов. На свитке геометрии используется команда Refine для создания точек на существующей поверхности. На существующей кривой. И есть соответствующая команда добавления точек Insert. Она характеризуется тем, что когда мы щелкаем, наша линия перемещается за указателем мышки. И команда ожидает ввода новой позиции для существующей точки. Левой кнопкой мышки. И таким образом мы с вами можем достраивать геометрию с помощью команды Insert. Эту команду нужно как-то завершить, иначе вот этот процесс будет бесконечный. Я нажимаю правой кнопкой мышки, но команда по-прежнему активна. Поэтому для того, чтобы выйти из этой команды, необходимо два раза нажать. Ну, или отжать соответствующую команду Insert здесь. Для того, чтобы объединять точки, использовать можно тоже ряд вариаций. Например, вариант, когда нам необходимо две точки установить в одном и том же месте. Мы можем выделить эти две точки и нажать команду Fuse. Но, как мы с вами можем увидеть вот здесь в индикаторе Selection, выделены две точки. Несмотря на то, что они одну занимают геометрическую, вернее координатную позицию, их все равно две. В случае надобности их можно объединить с помощью команды сварка Weld. И здесь будет присутствовать уже только одна точка в этом месте. Соответственно, рядом с Weld параметр, который указывает радиус поиска точек для сварки. Например, мы выделим несколько точек и зададим достаточно большой параметр для сварки. И все, что попадет вот в этот радиус, оно свалится в единое целое. Поэтому данным параметрам не следует особо злоупотреблять. Также есть возможность соединения точек с помощью команды Connect. Нужно щелкнуть по первой точке и с зажатой кнопкой мышки провести прямую. И будет добавлена соответствующая прямая для замыкания присоединения. Эта команда, как мы с вами видим, работает на открытых сегментах. Перейдем в сплайн, вернее в сегмент, удалим этот элемент и попробуем еще раз воспользоваться командой Connect. На открытом сегменте. Таким образом мы получили достаточно забавный контур, который пересекается сам внутри себя. Также у каждой линии есть начало. Оно показано желтым индикатором. Первая начальная точка. В кнопке выделения есть, в свитке выделения есть вкладочка Display. Нажав на галочку Show Vertex Number, мы можем продемонстрировать нумерацию точек этого сплайна. И есть команда, которая инвертирует направление нашей кривой, но она находится в пункте меню Spline. И называется, прошу прощения, не инверт, а Reverse. Reverse позволяет нам в другую сторону нумерацию проставить внутри нашего сплайна. Эта команда, ее можно нажимать столько раз, сколько хочется. Вернемся в режим точек. Если это необходимо, начальную точку, местоположение начальной точки можно изменить. Например, выделим вот эту вот точку и нажмем кнопочку Make First. И она теперь является точкой начала нашей линии. И соответственно здесь идет нумерация уже от данной точки. Также есть возможность создавать скругления на угловых точках, если они у нас есть. Вот. Скругления. Ну или же фаски. Опять-таки нужно найти соответствующую точку. То есть это команда Fillet и Chamfer. Можно выделить несколько точек и попытаться их или скруглить, а или создать, ну что ж такое, фасочки. Ну фасочки здесь не создаются. Нужен прямо линейный контур. Сейчас мы его прочертим. Добавим вот такой вот контур. Выделим точечки и попробуем вот задать наш Chamfer. То есть фаску. Вот таким вот образом можно использовать некоторые из команд при работе с линией. при работе с сегментами. При работе с сегментами есть своя часть команд, которая позволяет с помощью, например, которая позволяет с помощью, например, та же команда Insert, она работает как в режиме точек, так и в режиме сегментов. В сплайнах у нас существует возможность создавать контур обводки. Аутлайн обводка, как в сложных фигурах. Только нужно выделить сплайн, на котором мы собрались сделать обводку и указать наружную часть или внутренняя часть нас интересует. И получится обводка данного типа объектов. Также в режиме сплайн работают логические операции. Если у нас есть несколько сплайнов, мы опять-таки придется прочертить один элемент, прочертить второй элемент. И, допустим, мы хотим провести операцию вырезания из вот этого объекта, вот этой формы. Мы выбираем три возможных из трех возможных операций. Это операция объединения, вычитания и пересечения. Операцию вычитания, нажимаем кнопку логической операции буллин и выбираем второй объект для вырезания. Соответственно, мы получили вот такое вот вырезание. Это на уровне сплайн возможность использовать логических операций. Также мы можем вытащить из объекта лайн в новый объект часть элемента, нажав на соответствующую кнопочку Detach. Вот соединение Shape 001. Будет создан новый объект у нас здесь. Вот он Shape 001. Также иногда требуется, наоборот, присоединить к этой линии другие элементы, для чего используется в верхней части на этот раз кнопочка Attach. И вот здесь вот мы можем выбирать объекты, которые хотим, плоские объекты, которые хотим туда присоединить с помощью кнопочки Attach или кнопочки Attach Multi. А если мы хотим присоединить сразу несколько элементов, это достаточно удобный вариант. И таким образом, вот это вот все находится внутри одной линии, одной плоской формы, которая была создана с помощью линии. Ну и объект, который мы оттуда вытащили, это второй объект. Соответственно, в сцене в данный момент у нас всего два объекта. Это линия и Shape, которая оттуда, форма, которая оттуда была вынесена. Ну, на сегодня, пожалуй, достаточно. Благодарим за внимание.